В дом на улице Комунаров комиссия в составе представителей администрации сельского округа, специалистов водоканала, полиции приходила не один раз. Нарушения были выявлены, даны и предписания. Однако собственник рекомендации игнорирует. Предупрежден он был и сегодня о визите инспекторов, но дома его не оказалось. Впрочем, это не помешало специалистам перекрыть систему подачи воды. Собственника здесь задолженность 12 914 рублей 4 копейки на настоящий момент. Также у него происходит слив стоков на рельеф. Договор на вывоз жидких бытовых отходов отсутствует. В связи с этим мы его будем отключать. Только после погашения задолженности и устранения нарушений, а это заключение договора со специализированной организацией, имеющей право на вывоз и утилизацию жидких бытовых отходов, либо установку лосов, подача воды абоненту будет восстановлена. Регулярно проводятся мероприятия по выявлению нарушителей. Кроме этого, на всех сходах граждан, на всех общественно значимых мероприятиях до населения доводится информация о необходимости приведения системы водоотведения в соответствие. Больше 200 протоколов было составлено за прошлый год только по Нижнешиловскому сельскому округу. Многие приводят в соответствие с требованиями системы сброса сточных вод. Нижнешиловский сельский округ включает ряд сел, где нет и никогда не было централизованной системы канализования. В домах старой постройки – выгребные ямы. При возведении новых объектов проектом должны быть предусмотрены локальные очистные сооружения. За каждым объектом осуществляется контроль до тех пор, пока собственники не выполнят условия безопасного для окружающей среды сброса сточных вод. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.